Да, это самая лучшая обстановка, пускай, ребята, ты-то-то взяли, ты реально поговоришь. А ты не просто кто это? Я только сам. Я хочу, чтобы она в первую очередь для себя разобралась. Законченная у нее, для нее история или нет? А для тебя это как бы еще не закрытая история, думаешь? Ну, я вижу взгляд ее, вижу, как она реагирует на него, поэтому я... Ну, смотри, вот сейчас ты все равно, Женя сидит и думает, у меня пара, ко мне, пожалуйста, не лезьте. А для тебя это не закрытая какая-то история? Я хочу, чтобы она для себя сама разобралась, с человеком пообщалась, потому что у нее есть вопросы. Она говорит, не о чем разговаривать, есть я о чем разговаривать. Хорошо, Настя, а ты не против такого разговора? Я вчера Жене сказала, если ему нужен этот разговор, пусть разговор состоится. Женя сказала, что мне с человеком разговаривать нечем. Для меня как бы все понятно. Я как-то не думаю, что это... Я же говорю, я по-доброму к Филе отношусь. Настя, ты знала о том, что они о семье разговаривают, переписки? Нет, не знала. Все переписки Настя визиала, думаю, о чем речь? Ну, что переписка, которой вообще слова о семье не было? Да, мы разговаривали, общались и в том числе после расставания с Юлей, мы переписывались и про семью, и про будущее, что насколько это было в этом здорово, да? Вот, ну, этого давно уже нету и не было. Жень, серьезно, тет-а-тет. Смотри, это не стоит. Не ставила труда, потому что... Тём, ну ты как всегда, слушай. Она давит на неё, всё равно это... Да никто не будет толкать. Давайте всегда поживеем и Женю заставим с ней поговорить. Из уважения к ней... У нас взрослый человек, она могла вчера и попросить его поговорить. У вас лучшая возможность. Подожди, смотри, Тём, в первую очередь я хочу, чтобы она же с себя разобралась, потому что, естественно, мне это неприятно. Всё, ладно, ребята, подключайтесь. Давай. Ну, слушайте, я...